Я не из России, я из Сибири. Политика очень сильно влияет на наш бизнес. Единственное место, где мне напоминает, что я женщина-президент, это, как ни странно, у нас в России. И у предпринимателя есть один критерий, который должен им двигать. Этот критерий называется совесть. Я Лиза Осетинская, автор и ведущая проекта «Русские нормы». Татьяна Гроховская из Новосибирска покорила 65 стран с сибирским колоритом. В этом ролике вы узнаете, каково это женщине управлять крупной международной компанией, есть ли общее между сектой и сетевым маркетингом, и изменил ли бодипозитив индустрию. Смотрите в новом выпуске «Я норма». Для предпринимателей, которые планируют выходить на международный рынок, в бизнес-школе Сколково была разработана программа «Практикум Global Shift». Она помогает понять, почему конкретный бизнес успешен в России и как сделать его также успешным в других странах. Программа подходит и людям, которые только собираются развивать международное направление, и тем, у кого уже есть собственные наработки. Ссылка для записи в описании. Всем привет! Меня зовут Татьяна Гроховская. Я руководитель компании «Сибирин Веллос», компанией, которая родилась в Сибири и сейчас работает в 65 странах мира. Татьяна Гроховская основала «Сибирское здоровье», когда ей было всего 22 года, в 1996-м. Компания занимается прямыми продажами БАДов, спортивного питания и косметики. На первых этапах Татьяна инвестировала в бизнес только личные средства и сбережения родителей. Сейчас у «Сибирского здоровья» есть несколько научно-исследовательских центров, собственное производство и СПА. Продукцию можно купить в 65 странах мира. Я сама из такой интеллигентной очень семьи. У меня папа академик, мама профессиональный, психолог и сестра. Защитила кандидатскую по математике. Как вы представляете, естественно, ну как бы в семье денег нет. Сама мечтала стать генетиком, и эта мечта, она очень меня горела. Мне повезло, что я попала 20 с лишним лет на презентацию компании прямых продаж. И меня восхитила даже не столько компания сама, не столько продукт, сколько сама система. И в первый же месяц мне удалось заработать 17 долларов, а во второй месяц там больше тысячи. И, наверное, через полгода я заработала на свою первую поддержанную, конечно, машину. Ну, представляете, в Омске 22 года назад это был просто невероятный успех. Первые люди, с которыми я начинала бизнес, это люди интеллигенция, это люди профессии определенных, это преподаватели, это инженеры, это учителя. Это как раз те самые люди, которые основали компанию, те, которые первые пришли. Потому что, если вы помните то время, у них практически не было никакой возможности реализоваться. И это то время, когда они вдруг стали, они были в топе, они были людьми абсолютно уважаемыми, но вдруг они прекратили зарабатывать совсем. Мы начинали не то чтобы с нуля, а даже с минуса. То мы искали любые возможности получить эти деньги. И у нас была очень, ну, как бы небогатая семья, по той простой причине, что это была интеллигентная семья Советского Союза. И единственный капитал, который у нас был, это была наша машина, это Жигули копейкой, такая зеленого цвета, на которой мы объехали с родителями всю, весь Казахстан, всю Украину, ну, фактически всю нашу, весь наш бывший СССР. И для того, чтобы дать возможность мне стартовать, они продали свою машину. Вы знаете, эта картина стоит у меня до сих пор, потому что я прекрасно помню, как родители стояли, обнявшихся и смотрели, как увозили машину, на которой они возили детей, нас когда растили, когда они были сами молодые. То есть уезжал какой-то кусок их жизни. Но вот то, как они показали, как можно верить другому человеку, это бесценно. Мы решили покупать разработки российских ученых и делать их известными всему миру. И первые разработки, которые были для нас доступны, это разработки Академгородка. Мы покупали патенты на продукты и начинали их производить сразу сами. Мы никогда не развиваемся на кредиты, и мы не просим помощи. Очень важно, чтобы вся прибыль, которую мы получаем, она была постоянно реинвестирована в бизнес. Я помню, что первое время у меня из одежды было, наверное, джинсы, топик и одно платье. В 98-м году мы сделали свое первое производство, достаточно простое, по нынешним меркам просто примитивное. Но для того времени это было очень круто, по той простой причине, что никто не инвестировал в производство. И в 2008-м году мы сделали свое второе производство второй линии, конечно, гораздо более инновационное, гораздо более развитое, продвинутое, с большим количеством форм. И к 20-летию компании мы открыли, наверное, один из самых инновационных и самых сильных заводов в России. Мы им очень гордимся. В нашем Сибири завод, который сертифицирован по стататам ISO, GMP. Индустрия прямых продаж – это очень объемная, развитая, очень денежная и большая индустрия, которая существует во всем мире. И что бы ни говорили про какие-то безумные миллионы, какие-то безумные секты, ребята, это не так. Это очень простой бизнес. Тебе должен изначально очень понравиться продукт. Вот если тебе не понравился продукт, он тебя никогда не получится этот бизнес. Тебе очень важно любить этот продукт. И это уже ответственность компании сделать продукт таким, чтобы он восхищал тебя, чтобы тебе хотелось об этом делиться. И как только ты начинаешь делиться информацией об этом продукте и своим энтузиазмом, своей экспертностью, своей компетентностью, твое окружение начинают покупать. И это принцип работы компании прямых продаж. Но то, что здесь дикие деньги, которые можно зарабатывать в первые моменты, о том, что человек, который никогда не имел бизнес-опыта, вдруг начнет нереальные какие-то суммы зарабатывать, это неправда. И вот этот миф, который распространяется частью компаний, которые есть на рынке, он очень сильно вредит. Мой бизнес – это в первую очередь история про людей. Ты должен научиться выстраивать правильные отношения со своей бизнес-командой. И здесь понимать одну ключевую вещь, что не получится, что ты управляешь офисом бизнесом из кабинета. Нет, люди идут за людьми, для них очень важна личность лидера, которая стоит во главе компании, и важно, чтобы ты транслировал правильную систему ценностей. Твоя репутация становится одним из активов компании, причем мощным активом в компании. И если ты планируешь бизнес, основать компанию прямых продаж, то здесь важно понимать, что для того, чтобы твоя компания процветала, ты должен по меньшей мере взять простые продукты, простые для тиражирования продукты, продукты, которые легко можно донести, и продукты, которым можно легко добавить человеческую ценность. Я бы сразу советовала думать о том, смотреть на свой бизнес внешними глазами, подумая о том, чтобы ядро твоего продукта должно быть хорош и для вьетнамцев, и для американцев, и для россиян, и для немцев. Что должно быть в твоем продукте такого, что ты сможешь потом тиражировать по всему рынку. Мы с самого начала нацелились на международный рынок. Было желание сразу сделать продукты, российские продукты, известные миру. Для начала мы выбрали рынки, которые схожи к нам по культуре, схожи с точки зрения языка. Это, естественно, постсоветское пространство. После этого мы поняли, что не боги гашки обжигают, особо сложного ничего нет. Мы начали выходить на более... на дальние рынки. Мы начали выходить на европейские рынки. И самый большой челлендж для нас был, это рынки Юго-Восточной Азии. И остается самым большим челленджом, потому что люди не похожи по культуре совсем. Там практически нет русских диаспор. Ты должен сразу выходить на местную аудиторию, и ты должен разрабатывать решения, которые будут актуальны потребителям местным. То есть ты должен начинать думать их мозгами. Это очень большой вызов. Конечно, были проколы. Эти проколы связаны с тем, что у нас есть свое видение. Мы, может быть, не всегда рассчитывали то, как будет работать это все на рынке. Во Вьетнам поставили прекрасную линейку по уходу за лицом, мужскую, в том числе для бритья. А у них там, в принципе, не растут волосы на лице. То есть буквально небольшое количество растительности. Это, наоборот, очень здорово и круто, и как бы показатель мужественности. И вы, в общем, со своими там продуктами, мягко скажем, нехороши оказались. Самые большие ошибки и самое большое количество денег мы потеряли тогда, когда мы думали о том, что внешние рынки – это копипаст. То есть ты берешь текущую модель, адаптируешь, естественно, полагаясь на исследование этого рынка, и ты фактически продаешь то же самое и двигаешься теми самыми методами и технологиями. Это не очень работает в рынках, которые совершенно по культуре не похожи на тебя. Я расскажу кейс про Индию, кейс, где у нас не получилось, и не получилось круто, и мы потеряли большое количество денег. Момент первый – это особенность индийских MLM-предпринимателей. Они не лояльны к одной компании, они падки на все новое, они могут прийти и сделать колоссальное количество продаж, и Индия у нас взлетела сразу же очень сильно, больше чем за первые месяцы, мы продали больше, чем в странах Европы, где мы нарабатывали капитал много лет. Но второй момент, что многие из них склонны не очень качественно продвигать продукты, а это для нас неприемлемо. А третий момент очень важный – место, в которое ты входишь. То есть мы зашли в столицу, в самый центр, как у нас полагается, то есть мы показали уровень компании, мы показали намерения компании, это очень важно. А заходить-то надо было на самом деле с южных регионов, заходить надо было с Мумбай. Еще поменялось законодательство, таможенное законодательство, резко взлетели цены на продукты, и получается, что продукты выходят вне рынка. То есть три звезды сложились, мы так подумали и сказали, черт, хватит терять деньги. У любого предпринимателя есть очень важное правило, правило приемлемых убытков. Вы изначально для себя определяете, какое количество денег вы готовы здесь терять. Как только вы подходите к этой черте, вы должны сказать, сколько бы я денег не инвестировал, я закрываю эту тему. У нас основная группа товара, биологические активные добавки, это продукты, которые подлежат практически каждой стране мира отдельному лицензированию. И это лицензирование, естественно, очень разное. Самое сложное в европейских странах – это была Германия. В Юго-Восточной Азии – это Таиланд и Вьетнам, потому что нам приходится лицензировать не только биологические активные добавки, но и вид нашей деятельности. То есть мы получаем два вида лицензии. И есть страны, куда мы не можем выйти, например, или делать продажи классические наших продуктов, например, это Мексика, потому что там настолько сложное загадательство. Там считаются дозировки, которые приняты во всем мире, они считаются слишком высокими. То есть, по сути, приходится делать отдельные продукты, которые предназначены только для рынка Мексики. Соцсети очень сильно повлияли на возможности сообщить о бренде, о продукте большому количеству клиентов. И здесь очень важно, чтобы те люди, которые ведут блоги, которые ведут свои соцсети, они были профессионалами в этой области. Я также близка к блогингу, как к борьбе с умом. И я не являюсь блогером, и блогерство не доставляет мне прямо какого-то удовольствия. На самом деле, это для меня очень хороший канал, который позволяет сообщить команде, общаться с командой напрямую, потому что мы все в разных странах. Команда, привет! Ну что, давайте работать! И сообщать команде какие-то новости, или делиться информацией, рассказывать об искусстве, рассказывать о спорте, делиться больше своим лайфстайлом. То есть люди должны видеть, чем дышит первое лицо компании, чем ты увлечен, что тобой движет. Потому что это самый заразительный пример, потому что люди тянутся к людям. Это было, есть и будет. Всем руководителям компании стоит это делать. Поскольку у нас большой опыт работы за рубежом, люди больше знают о Сибири, чем даже и имеют меньше иллюзий в отношении с Сибири, чем многие россияне. Некоторые россияне убеждены до сих пор, что в России не может быть рождено ничего инновационного. И это настолько странно. Многие за рубежом продвинутые люди, они знают прекрасно, что в России, и именно в Сибири, есть академгородок, о том, что Сибирь – это по-настоящему огромная территория. И чистая территория. И у нас вот этого флера, сибирскости, на самом деле в плохом смысле, ее и нет, и не было. Наверное, это еще многое зависит от нас самих, потому что если внутри тебя нет вот этой вот деревни, если внутри тебя нет вот этого, вот этой, ну, в нехорошем смысле простоты, то и дальше ее не будет. И часто, когда я представляюсь, я говорю даже, что я не из России, я из Сибири. И мы этот бренд сибирский продолжаем двигать. Во всем мире Сибирь имеет такой позитивный, хороший, правильный имидж. Это что-то далекое, это что-то холодное, это что-то чистое, это что-то очень красивое. Поэтому на самом деле Сибирь – это больше плюс, даже огромный плюс для нас. Все понимают, что это чистые продукты, и когда мы рассказываем, необходим, конечно, там, изначальный курс знаний, мы рассказываем о том, чем отличаются наши растения. Мы рассказываем о производстве, мы рассказываем о чистых, о наших землях, мы рассказываем об истории Сибири, мы рассказываем о природе Сибири. Это вдохновляет. Люди покупают в конечном итоге две вещи. Они покупают уникальную маркетинговую составляющую, и наш энтузиазм, и наша задача – донести это до других людей. Сибирь знают, любят во всем мире. Вот это, вы знаете, это мое абсолютное обеждение. Не было такого, чтобы я сталкивалась с каким-то абсолютным негативным восприятием места. Сибирь любят. Нам очень сильно повезло. В России очень много всего, что можно продвинуть, что можно продавать, и что можно сделать популярным. Это одна, кстати, из идеи, с которыми мы начали бизнес. Мы очень хотели, чтобы в России была славна не только автоматами калашника, водкой и икрой, понимаете, нефтью, а показать про то, что есть другие продукты, продукты, которые наукоемки, продукты, которые сделаны с любовью, продукты, в которые уложено большое количество интеллекта и добавленной стоимости. К сожалению, политика очень сильно влияет на наш бизнес по той простой причине, что если к Сибири, безусловно, позитивное отношение, надо понимать, что мозги промывают как нашим, так и всем остальным гражданам. И естественно, что люди могут переносить на то, что они слышали в телевизоре, там, зомбоящики, про Россию. Они начинают переносить на российские продукты, и они начинают мыслить не категориями потребления, а политическими категориями. И начинают говорить, вот это русские продукты, я не буду их пробовать. Такое есть. Такое есть и в Штатах, такое есть и в части стран Европы, такое есть в Англии. К сожалению, политика влияет очень сильно на наш бизнес, но в то же время очень много нормальных, разумных людей, которые разделяют политический флёр от реальных продуктов, реальных людей и реальных компаний. Самое страшное, что может быть, это ограниченность. Я стараюсь, чтобы политические суждения, чтобы те вещи, которые шли из-за боящика, не меняли сознание людей и не позволяли им одевать шоры на глаза. Я родилась в России, я россиянка, я останусь русской. И мне кажется, очень неправильно убирать место происхождения от продуктов. Есть нормальные, отличные люди с прекрасными продуктами, которые соблюдают всё законодательство твоей страны, которые реально приносят ценность и которые тебе могут быть полезны. И через какое-то время у людей, у которых есть мозги в голове, они понимают, это мне говорят по телевизору, а вот это то, что находится рядом. А если у человека мозгов в голове нет, ну, здесь я бессилен. Наше производство, как наши технологи говорят, у нас выдох чище, чем вдох. То есть мы выпускаем более чистый воздух и более чистый воздух, чем те, которые забираем для очистки. То есть есть целая программа, которая позволяет снижать экологическую нагрузку на природу. И мы будем дальше этому следовать. Это очень важно. Если ты соблюдаешь стандарты экологического предпринимательства, конечно, ты платишь гораздо-гораздо больше денег, чем те, кто это не делает. Но предприниматели это люди, которые всегда меняли мир к лучшему. И у предпринимателей есть один критерий, который должен им двигать. Этот критерий называется совесть. У нас в России есть закон, принят закон, когда ты обязан для того, чтобы производить продукты, например, бытовой химии, ты обязан тестировать продукты на животных. Но надо понимать, что это просто варварство и дикость. Мы снимаем эту линейку с продажи, потому что тесты на животных это недопустимо. Один из таких хороших моментов это бодипозитив и все это движение, которое сейчас активно набирает обороты. Нормально, когда люди в рекламе имеют морщины, люди стареют. Это нормально. Нормально, когда у женщин есть целлюлит, потому что, ребята, это часть женской физиологии. Единственное место, где мне напоминает, что я женщина-президент, это, как ни странно, у нас в России. Когда говорят, она президент и это женщина, люди не делятся на мужчин и женщин для бизнеса. Люди делятся на людей, которые в состоянии делать бизнес и не в состоянии делать бизнес. Предпринимательство это всегда риск. И у нас не принято, нет культуры риска, мне кажется, в стране. И не приветствуется, что ты должен рисковать и ты можешь рисковать. А ты не сделаешь большой бизнес, если ты не рискуешь. То есть в городах очень много маленьких женских бизнесов. Вот для того, чтобы выйти на новый уровень, нужно научиться рисковать. И вот эта культура, когда мы показываем эти кейсы, что получается у других людей, то, что рисковать нормально, круто и здорово, и потихоньку дело сдвинется. Наверное, треть моей жизни проходит в самолетах и в путешествиях, и мне это очень нравится, потому что я всю жизнь хотела, чтобы моя работа была связана с исследованием новых территорий, новых людей и новых талантов. И как раз это тот случай, когда совпали желания с теми возможностями, которые дает Siberian Wellness. Я не представляю, что можно делать две недели в отпуске. Обычно это два с половиной-три дня, и эти два с половиной-три дня должны быть экстремальными. То есть, если ты идешь в горы, тогда, соответственно, это испытание, это красота, это преодоление всегда, потому что важно, чтобы в твоей голове в этот момент ничего уже после этих гор не осталось. То есть, важно перезагрузиться. Жизнь — это движняк, отдохнуть успеем потом. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и каждый день заряжайтесь энергией предпринимательства и желанием изменить этот мир к лучшему.